МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Еда не для всех. Почему школьники, которые нуждаются в горячем питании, не всегда получают его, расскажет Светлана Семеренко. Ну а теперь во всем более подробно и начнем с главного. Владимир Путин снял с постов 16 генералов Следственного комитета МВД и МЧС. Среди них и начальник главного управления МЧС по Бурятии. Причем Виктор Михайлов не только освобожден от должности, но и уволен с военной службы. Что могло стать причиной такого решения, выяснял Алексей Фишев. Генерал-майор Виктор Михайлов возглавил МЧС Бурятии в декабре 2009-го. Его руководство войдет в историю масштабными лесными пожарами. В самый жаркий год 2015 региональное ведомство заняло, можно сказать, позицию стороннего наблюдателя. То, что находится в зоне авиапатрулирования, космического мониторинга, ну мы зачем их берем себе на учет? Это 400 километров от ближайшего населенного пункта. Нас ни сил, ни средств тушим те пожары, которые вообще абсолютно можно вообще не тушить. Опомнилось МЧС, когда в Бурятии уже горели сотни тысяч гектаров леса. Но ни авиация, ни подразделения, стянутые со всей страны, повлиять на ситуацию уже не могли. В итоге сгорело около миллиона гектаров. Проблема грозила повториться и в следующем году. Действия МЧС Бурятии подверглись жесткой критике со стороны федерального руководства ведомства. Под сомнение поставили способность к выполнению поставленных задач. Появилась информация о возможной отставке Виктора Михайлова. И вот что тогда сказал по этому поводу главный спасатель страны. Во-первых, у нас осуществляется плановая кадровая политика в системе МЧС России. В том числе, мы сегодня с главой республики обсудили и этот вопрос. Молодежь подрастает. И как стало известно сегодня, официально Виктора Михайлова уволили в связи с достижением предельного возраста пребывания на службе. Генералу в отставке 57 лет. Как и другим отставникам, его предложена работа во Всероссийском добровольном пожарном обществе. К другим темам. Как пройдет внутрепартийный отбор кандидатов на пост главы Бурятии. Окончательный ответ дала «Единая Россия». Праймерис будет полностью закрытым. Таким образом, партия власти отказалась от открытой конкуренции в своих рядах. При этой модели кандидаты не смогут воспользоваться правом на самовыдвижение. Решение, кого пропустить на Праймерис, будет принимать региональный полицовет. После каждый из участников будет обязан встретиться с руководством половины районных отделений партии. Жители Бурятии смогут только послушать программу кандидатов, но проголосовать уже не смогут. За них это сделают так называемые выборщики. Причем тайным голосованием. Напомню, о выборах в Государственную думу Праймерис был открытым. Его победители в итоге стали депутатами. В свою очередь, действующий глава Бурятии поставил под сомнение легитимность той модели. Вячеслав Наговицын назвал открытое голосование цитата «конкуренции кошельков». Из того, что я прочитал, я понял, что у нас Алдар Дамгинов как-то нечестно провел Праймерис. Это стремление поставить под сомнение выбор жителей Бурятии. Причем он уже подтвердился, Дамгинов выиграл. И теперь вдруг глава региона через полгода ставит под сомнение. Конечно же, эти выборы легитимны. И Праймерис, организованный партией День России, показательный. Надо вообще отметить, что большинство нынешних депутатов Государственной Думы, как раз-таки благодаря прохождению через Праймерис, и показатели у нас тоже соответствующие, два первых места, они и представляют сегодня Республику Бурятия в Государственной Думе. Определить участников Праймерис «Единая Россия» должна уже к марту. Известно, что в Бурятию прибыли сотрудники администрации президента России. Они проводят встречи с потенциальными кандидатами на пост главы Бурятии. В свою очередь, о своем участии в выборах главы Бурятии сегодня заявили и в КПРФ. Вот что сказал лидер бурятских коммунистов и по совместительству сенатора Тиркутской области Вячеслав Мархаев. Наша партия, наши коммунисты, наши ветераны примут решение, что это Мархаев. Я солдат, я готов. Меняется при этом коллегиальность в решении, и скамейка достаточно у нас обширная. Не называя фамилии, я думаю, что о них вы прекрасно знаете. Каждый из них готов побороться за высокую гордость главы республики. Напомню, выборы на пост главы Бурятии пройдут в сентябре, в единый день голосования. К другим темам. С нами борется город. Такое заявление сделали жители улицы Бабушкина. Они говорят о беззаконии, о том, что их всеми средствами выживают из родных домов. Чиновники обещают им расселение, а горожанам новый облик улицы. Но люди уверены, на улице останутся они. Евгения Геранина продолжит тему. Жители улицы Бабушкина охраняют свои дома. Слишком часто в Лануде начал гореть частный сектор. Случайно или нет, но именно там, где землю отдали инвесторам под новую застройку. Мы теперь боимся за свои дома, так как уже инвестор практически определился. Есть письмо Марьянича у нас официально. Мы боимся пожаров. Мы боимся, чтобы вы нас по дешевке не забрали у нас землю. Так-то он может просто выбросить нас и все, скажет, я землю выкупил, куда хотите, туда и собирайтесь. Опасения не напрасны. В разных концах города из трех поджигателей поймали лишь одного. Его обвиняют в порте чужого имущества. Это один год условно. Сегодня статью пытаются поменять на более тяжкое – покушение на убийство. Если мы сейчас поджигатели не остановим, если все не будут понимать, что за поджог тебе будет светить не год условно, а реальный срок в тюрьме, то рано или поздно у нас эти дома, они будут не просто гореть, но и вместе, скажем так, с жителями. Не факт, что улицы Бабушкина грозят пожары, но ее жители в заложниках у города и его чиновников. Эти дома стоят здесь по 60-80 лет. У людей домовые книги, квитанции в оплате налога на землю, прописка. Но мэрия записала их в самовольщики, потому что в генплане Улан-Удэ эта земля вместо жилой зоны отнесена к зоне рекреации. Р1 – зона городских зеленых насаждений. Здесь размещаются парки, скверы, пруды. Рекреационные зоны предназначены для отдыха, туризма, занятий физкультурой и спортом. Если начнется расселение, получат от инвестора копейки. 60 семей могут оказаться на улице. Непонятно почему. В некоторых случаях так оперативно все это решается. Коммерсантам предоставляем, да. Но в этом случае вообще люди просто как заложники остаются. И при этом город никаких встречных действий в пользу граждан не проводит. Может, но не хочет. Человеколюбие, наверное, и совесть должна быть именно у руководства мэрии в первую очередь. Они должны понять проблемы людей. И они должны решить эти проблемы людей. Слева и справа от частных домов тоже была рекреационная зона. На юге уже давно вырос многоэтажный дом. На севере недавно торговая площадка. Выходит, ради чьих-то интересов поменять генплан можно. Ради людей нельзя. Эту территорию на зону Ж1 город не поменяет. Это такая основная центральная видовая улица. Конечно, вдоль нее индивидуальный жилой сектор не должен находиться. Мы уверяем со своей стороны. Гражданам об этом говорили. При решении этого вопроса мы максимально постараемся защитить права граждан. То есть именно в их праве на жилье. Изменения в генплан внесут в этом году. Участок улицы Бабушкина из рекреационной зоны переведут в общественно-деловую или зону многоэтажной застройки. И поведет ли себя инвестор по чести и совести, сегодня не скажет никто. Евгения Геранина, Виктор Агафонов, Александр Новжелон, телекомпания «Ариус». Восточный экспресс только набирает обороты. И смотрите во второй части выпуска. Принято. Сколько сделано и над чем еще предстоит поработать. Итоги рубрики «Дежурные по городу» у Артемия Шаклова. Полное собрание произведений Новжелынием Буева вышло в свет. В него вошли не только стихи, но и даже проза. О чем она, знает Бэрмара Днаева. Что интересного произошло у наших горожан на этой неделе, смотрите в рубрике «Остановка Восточного экспресса». Об этом чуть позже. Сейчас ЧП на детской площадке. 12-летняя школьница получила травмы на ледовой горке. Сейчас ребенок находится в БСМП. Наш корреспондент выехал на место происшествия, а также узнал о состоянии пострадавшей. Ребенок с деревянной катушки упал накануне днем. Девочка так неудачно приземлилась, что не смогла самостоятельно подняться. Жаловалась не только на спину, но и на сильную головную боль. Случайные прохожие вызвали скорую помощь. Сейчас 12-летняя школьница в отделении детской травматологии БСМП. Ребенок поступил в удовлетворительном состоянии. В рену покоя была выполнена консультация ребенка врачом-нейрохирургом, врачом-хирургом. По результатам МСКТ данных за какую-либо патологию выявлено не было. Но учитывая сохраняющиеся боли, ребенок был аспиризирован в наше отделение для обследования и купирования болевого синдрома. Обошлось без переломов, но ребенок еще несколько дней пробудет в больнице. Когда вернется домой, на злополучную горку не сможет подняться при всем желании. Зимний аттракцион экстренно разобрали, а рабочим хватило и получаса. В управляющей компании спешку объясняют погодными условиями, а не инцидентом на горке. Пихнули ее, стоя накаталась, свалилась ли откуда-то, допустим. Отчего? Катушка-то целая, она не поврежденная. И катушка все согласна, как говорится, требования все не сделала. Вот и все. Проверить, насколько горка соответствовала требованиям, теперь не представляется возможным. От нее остались только воспоминания жителей. Алексей Турубов, Виктор Немаев, телекомпания «Аригус». Дошли до ручки. Общественники Бурятии собирают деньги на обеды школьникам. Одна из благотворительных организаций на протяжении двух месяцев в прямом смысле слова кормит учащихся одной из городских школ. Почему дети остались без горячего питания, выясняла Светлана Семиренко. В 52-й школе 220 так называемых льготников. Почти все из них получают обед за полцены. 30 рублей вносит государство, 20 – родители. Они кушают котлетку, там и второе полноценное блюдо. А кто дети только по бесплатному питанию, по 30 рублей сейчас уже. Вот у них будет пюре сегодня, селедка соленая, хлеб, чай. Но и это не самый худший вариант. Есть еще и те, кто вообще остался без горячего питания. Их нет в списке льготников. В этой школе таких как минимум 50 человек. В основном старшеклассники. Мы стараемся больше упор делать на детей с первого по шестой класс. Почему? Потому что они малыши. В резерве у нас дети, которые ждут питания. Они не вошли в состав 220, порядком где-то 47 семей, там где 5 и более детей. Помогают накормить детей в благотворительной организации «Подари мне жизнь». Пока хватает только на питание 15 ученикам. Но даже это – большая поддержка. Для некоторых ребят, говорят общественники, горячий обед в школе – единственный за весь день. У детей такая обстановка сложилась, что они и дома их никто не кормит, и в школе они не кушают. Они целый день голодные, что бывали даже случаи омороков голодных. Такого быть не может, потому что школа ведет строгий учет таких детей. Дети, которые падают в обморок, и не сидят в списке детей из семей малообеспеченных или находящихся в трудной жизненной ситуации. Мне кажется, это просто абсурд. И все же чиновники признают, что дети недоедают. В ОНД обед должны получать как минимум на 2000 школьников больше. И это только официальная статистика. С льготным горячим питанием у нас охвачено сегодня 13 чуть-чуть с лишним тысяч детей. А вообще нуждаются по заявкам 15 с лишним тысяч детей. Аналогичная ситуация была и в прошлом году. Горячее питание город и республика оплачивают равными долями – 50 на 50. Но ОНД не смог внести свою долю в полном объеме. Поэтому и республика сократила свой взнос. В итоге вместо 60 миллионов на питание было выделено всего 46. Чтобы обеспечить всех обедами, некоторые школы урезали порции – кормили на 10-15 рублей. Школа определяла те категории, которые нужно кормить. Наше дело было предусмотреть деньги и им отдать. Да, мы отдали. Да, мы признаем, денег было недостаточно. Но тем не менее, как вот говорят, в обмороке падают и так. И собирать я считаю, что деньги не надо. Деньги предусмотрены. В этом году экономить, казалось бы, на детях в мэрии не стали. Из городского бюджета, так же как из республиканского, выделили 32 миллиона рублей. Но, учитывая рост числа неблагополучных семей и цен на продукты, подопечных у благотворительного фонда может стать больше. Светлана Семиренко, Батар Халматов, Борис Геленов, Вячеслав Цибиков, телекомпания «Оригус». Более 70 обращений и именно столько сигналов поступило на этой неделе в адрес дежурного по городу. Многие проблемы удалось решить советом, но самые острые потребовали немедленного вмешательства. Подведем итоги рубрики. Вспомним, какие вопросы поднимались на неделе. Житель ДНТ «Перспектива» самовольно расширил свой участок и отобрал у соседей часть дороги. Очень мало места для проезда. Для тех, кто поднимается, получается, они не могут нормально подняться. Дворники сбрасывают мусор с Селингинского моста в реку. Все здесь, баллоны, колеса, все здесь, все в воде получается. Чиновники вселили женщину с ребенком в аварийную квартиру. Невозможный холод, два обогревателя. С каждым годом все становилось холоднее и холоднее. Строители выгнали пешехода с тротуара на главной городской дороге. По этой тропинке ходить очень опасно. Зимой по ней можно на дорогу скатиться. Дежур на этой неделе. Артемий Ушаков сегодня в нашей студии. Артемий, удалось ли помочь в решении проблем гаража? Да, с мертвой точки удалось сдвинуть почти все вопросы. К примеру, жителям ДНТ «Перспектива» вернут нормальную дорогу. Самовольщика уже проверили специалисты земельного контроля. Ему посоветовали добровольно убрать забор с дороги. Иначе в следующий раз приедут на бульдозере. Оказалось, свой участок он расширил на 45 квадратных метров. Ему грозит штраф до 20 тысяч рублей. Собственнику направлено предписание об устранении нарушения земельного законодательства в 30-дневный срок. Соответственно, после правового решения управления Росреестра и окончания срока для добровольного исполнения требований предписания администрации района будут приняты последующие шаги. А вот городской комбинат по благоустройству добровольным устранением нарушения вряд ли отделается. Сметать грязь на поверхность реки запрещено. Штраф за такие выходки доходит до 400 тысяч рублей. И оказалось, что скандал с загрязнением Селенги уже вырос до федерального уровня. Размещение любых отходов на территории водоохранной зоны, водных объектов, приближенно-защитной полосы и его акватории является нарушением статьи 65-й водного кодекса. В связи с тем, что река Селенга является объектом федерального значения, материалы проверки будут направлены в федеральные органы государственной власти для принятия мер в рамках установленных полномочий. И что, на Селенгинском мосту продолжают сбрасывать мусор в реку? Уже нет. Мало того, даже попытались убрать то, что уже набросали. Как видим, стало чище. А что, Артемия, с аварийной квартирой? Не стали доводить до федерального скандала чиновники мэрии и эту историю. Городские власти согласились за свой счет провести в муниципальной квартире капитальный ремонт. И говорят, что уже ищут подрядчика. До 20 февраля, ориентировочно, мы заключаем контракт. На разработку именно по саду по проведению капитального ремонта этой квартиры. После того, как будет разработан, там уже определятся необходимые виды работы и необходимые суммы. Также немедленно пообещали взяться и за тротуар на улице Бабушкина. Оказалось, чиновники не могли выдавать разрешение на установку забора. По стандартам этот участок называется магистральной дорогой общегородского значения. А значит, минимальная ширина тротуара 4,5 метра. Земельный контроль администрации Октябрьского района на место выйдет. Мероприятия там все требования вручат. И будем оперативно требовать, если нет, конечно, в судебном порядке. Но я думаю, что понимание найдем со стороны собственников, забор уберем. Нужно сказать, не только заборы, грязь и разруха беспокоят наших горожан. Насущных проблем по-прежнему много. Хотелось бы конкретные примеры. Предприниматели снова нарушают права потребителей. Вот, к примеру, в сфере услуг. В центре внимания химчистка. Взяли вещь, а вернуть пытаются тряпку. Я позвонила и спросила, где мой плащ. Мне сказали, что они его немножко подпортили. Но подробнее об этом уже на следующей неделе. Что ж, спасибо Артемии. Результат действительно есть. И это дает надежду всем нашим телезрителям. Давайте решать проблемы вместе. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова 11 тысяч стихотворных строк. Именно столько написал бурятский поэт Намжил Нембуев в свой самый активный творческий период во время учебы в Москве. Теперь все произведения автора уместились на одной тысяче страниц. В Илан-Удэ издали двухтомник Намжила Нембуева. В него вошли как известные, так и неизданные, почти никому неизвестные произведения. Чему они посвящены, нам рассказала составитель и главный хранитель наследия сестра поэта Любовь Нембуева. МАРАК ТЫНК СЮДЕЙХИН ДЭЭДАМНЯ МАРТАГУЙП, МАРТАГУЙП ШАМЭЙГА БУМБЫРСЫГЭНУ ГОЗАХАДА БУВЭЛНА ПАРУГУНЯ МАРТАГУЙП ШАМЭЙГА МАРТАГУЙП ШАМЭЙГА МАРТАГУЙП ШАМЭЙГА МАРТАГУЙП ШАМЭЙГА Материала было очень много, несмотря на то, что он прожил очень короткую жизнь, 23 года, но у него очень обширное наследие. Скажем, в процентном, если взять первый том, ну, наверное, процентов 40, значит, это абсолютно стихи, которые не были опубликованы. Или были опубликованы чуть-чуть, где-то немножко в газете, одно-два там. Большинство людей знает его как поэта, у него еще много очень интересной прозы. Проза – это не только рассказы, это и повести, это и пьесы, и сцены, лирические этюды. Я обнаружила вот эти юморески, совершенно неожиданные, они очень такие того времени, и быт, какие-то такие моменты схваченные. Это был очень тонкокожий, очень чувствительный, ранимый человек, и вот его вся поэзия, все то, что он пишет, говорит о том, что такому человеку действительно очень сложно в нашей такой жизни, и, наверное, длинный. Не зря поэты короткая жизнь, а у философов очень длинный. А какой вклад в историю внесли наши горожане, что изменилось и чем запомнилась уходящая неделя? Новости от первого лица в нашей традиционной пятничной рубрике «Остановка Восточного Экспресса». У брата Хадак. Он женится, и у них скоро будет ребенок. Мы этого события ждали два года. Первый раз были на фильме «Три Букатрия. Морской царь». Нам понравилось очень. С женой приехали с Багдарина в столицу посмотреть. И появляется там много, и строений много, и зданий много. Просто удивляешься. Через полгода приедешь тут уже, вон, высотки стоят. Где-то уже не узнаешь, говорит, красивее и краше становится. Тепло самое главное на улице стало. Ну, сегодня пятница. Планируются события пятничные, обычные. Ну, тепло самое главное, радует. Самая лучшая новость – я закрыл СССР. Я работник науки, поэтому я сегодня подала предложение в рабочую группу. Проритет направления Байкал, Великого озера, Великой страны. Поэтому я очень довольна. Ну, я отдыхал всю неделю, а теперь вышел на работу, и это отличная новость. Сегодня мы идем на Милан к нашим друзьям. У них, их дочке, один годик. Я думаю, будет классно. Вечеринка пройдет в стиле Микки Мауса. Сегодня у меня игра еще будет ответственная с командой Dream Team. Мы их выиграем, надеюсь. Еще больше хороших новостей желает вам служба информации телеканала «Орегус». Смотрите нас не только по ТВ, но и в интернете по адресу «Орегус.ТВ» и на страницах телекомпаний в соцсетях. Спасибо за внимание. До встречи на следующей неделе. До свидания. Берте. Субтитры подогнал «Симон»